вновь вас приветствует канал это не диалоги рыбалки ну и снова здравствуйте вы вновь на канале это не диалоги рыбалки с вами вновь я костян и ветер сегодня у нас рубрика готовим просто и у нас будет холостяцкий ужин сейчас все покажем как сможем как у нас получится да а то что получится мы все равно сидим ну и нам потребуется 2 лук раз почистим репчатый остренький жгучий лук все вот так обдеру чтоб он не сильно злился какой серьезный лук видишь да не опасно но достаточно такой прилично жгучий лучоковый луковый сейчас мы с него лишнюю шкуру с ним чтобы у нас было все левенько 1 лук мусор все быстро исчезает вторую лук это чудо мягковатый не знаю повезет нам с ним или нет сейчас посмотрим нормально все слегка подмороженный мы как говорится не то не приведет ли вы до так съедим да гучок гучок нам нужен как он нам нужен даже не полукольцами до кубиками какими-то нам нужен он должен быть мелко порезан нормально сейчас все порубим так как придется не обязательно там придерживаться правил у нас будут свои правила готовки так что повара профессионалы не пинайте нас с витьком попу ногой нам не часто приходится готовить но получается у нас всегда вкусно жена сейчас посмотрит красноярске скажет совсем оголодали мужики дома ну лук у нас готов я думаю плитка нагрелась сейчас поставим к работку водки нет сковородка добавим туда масло яйца ну не обязательно посолочная золотая семечка у нас без запаха ждем ждем пока масло нагреется вот так друзья сковорода у нас разогрелась я так думаю и мы туда засыпаем наш лук лука много сразу скажи не бывает лука всегда должно быть прям достаточно его никогда много не будет лук хорошая вещь берем лопаточку марина я взял лопаточку за сковороду можно не переживать она и так уже нами искорябана жарим лук пока жарим тут у нас есть вот такая вот травка курить не будем даже в трубку забивать не будем это петрушка от петра тюрина домашняя так что у нас идет дальше по плану у нас пока жарится лунга за которым надо следить сейчас все порежем ты сможешь лук пока помешать но я пока начну и мы начнем начнем мы чё делать начнем мы резать вот эту штуку у нас тут имеется не знаю сколько грамм взвешивать не буду говяжья печень это блин я не знаю я люблю офигенно печень витек у меня не любит печень так что ответь к будет еще одно блюдо режем кубиками 2 на 2 2 на 3 не особо важно главное не толсто печень я не знаю сколько здесь ну грамм 600 700 печеночки говяжий и мы ее порубаем печень у нас такой продукт его принципе блин детям вообще кушать полезно поднимает по моему там гемоглобин фигин я я люблю вот сахачу печень строганина если покушать сырую это вообще просто классно и полезно но уже сколько лет это не выходит покушать сахачи печени с охотой у нас теперь тоже проблемы спасибо блин ладно не буду говорить кому спасибо ну всем спасибо не оттаил еще она будем стругать с краев пока до 5 с печени пленку я не снимаю еще не знаю вот как она есть так мы и готовим вот эти ледышки конечно мужик выкинуть это чисто лед так что он нафиг нам не нужен давите мы ледышками питаться не будем вот эту вот жилку тоже обрежем большую пускай мужик тоже погрызет налим у него еще не оттаял гадская оружие спит спит есть есть спит спит поймал так ну что вук наш дошел теперь мы что делаем сбрасываем что мы туда сбрасывать до печи нашу печень вот столько блин ужин будет у нас сегодня просто шикарный зашибенский да я тебе отвечаю все окей все правильно там где ничего не перебарщина так на к помойку пожалуйста пока она не присохла я тут буду тик 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 сейчас накроем крышечку чтоб наша печенка отошла наша говяжья честно маленько отойдет а потом уже начнем залить так маленько у нас она отпарила себя или нет еще нет еще еще она маленько подмороженую за бодяжу он уже свереть начинает уже с одной стороны маленько озаривается запах вообще пошел уже прямо дать чуешь чем пахнет пахнет классным ужином а мама нам почему-то такого не готовит не любит нас кормить вкусным ужином все и налим налим подавай жареным мы сейчас сидим без налима завтра нам ехать не жулять удочки все думаю крышка нам теперь пока больше не нужно до поры до времени будем обжаривать печеночку но у нас даже уже успела маленько подпушиться тут нам нужно маленько как получается это корочка лучком будем ждать этой корочки пожарим помешиваем блин ну я не знаю сколько с момента того как кинули в лук ну минут 15-20 мы ее покрутим а потом продолжим ну печеночка наша тынс тынс помаленечку доходит на видео видел она принимает тот вид который должен быть на обжарке извиняйте что блин может темно у нас лампочка перегорела в этом в агрегате сверху как его называют вытяжки короче он пользуемся фонариком от дружим другу дружественных китайцев для гоупро долблюсь постоянная батюшку камерой ты навета прочитал название там точно какой-то подводный фонарь кстати работает идеально выручает меня вообще прям на ночных рыбалках и не только подводу его пару раз упускал всего лишь в основном подсвечиваю камеру этим фонарем так смотри давить а сейчас у нас водичка оттуда маленько еще выйдет и мы начнем начнем готовить эту печень еще раз же будет там все правильно на запах друзья я вам отвечаю уже прям просто обалденный все бурли вкусно пахнет уже в животе начинает это наш этот какого вдруг переворачиваться ну что друзья печень у нас до полу готовности вроде дошла кровяные пятнышки исчезли и это значит пора видят пора пора начинать готовить берем мы сейчас чего берем мы сейчас начало соль изначально мы это ничего не солили берем соль смесь перцев так вот у нас куплены на рынке блин не помню уже кто даже присылал душистый белый красный черный смесь перцев солим это дело солим чуть-чуточку нет ни одной двумя много солить не будем все нет еще чуть-чуть вот так вот так я думаю точно будет прям супер ни в коем случае не солите сразу да потому что печень надо обжаривать не соленую не знаю кто как конечно но по нашим принципам тогда кто умеет готовить печень так перчику сыпем смесь нашу ну вот так примерно я думаю нам хватит нет больше не буду исключу можно потом добавить там сейчас сейчас все будет ништяк теперь теперь мы это дело все за ингредиенте еще одним продуктом это у нас будет настоящий провансаль мы любим майонез мы обожаем майонез и это будет классно сейчас вам скажу ну это грамм 150 майонеза 200 давайте 200 остановимся на 200 давите все сейчас это дело мешаем вот так вот притухнет сейчас клеточка наша холодный майонез хватит так теперь мы что делаем все нормально сейчас обтерем все это дело приготовим и все обтерю теперь блин нам надо ее полностью выключить выключаем накрываем крышкой и пока она остывает она будет доходить и это минут 10 10 15 20 точно не скажу ну примерно около 20 минут так перец нам не нужен лопатка лопатка еще может пригодить положим главное сюда да я протеру потом все короче у нас это тушится петрушка петрушка идет самый последний момент это уже вот все мы закончили готовить пузырьки все закончились сверху чуть-чуть посыпаем петрушкой у кого есть свежий вообще быть классно если есть у вас свежий огурчик у нас нету можно будет выложить с огурчиком ну мы будем чисто так я гарнир у нас будет картошечка толченая ну и вот такой будет у нас нужен смотрим до готовности и продолжаем тему который будет делать уже витёк по своей технологии ну давай видел свой рецепт ладошечку вот все 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 на 2 что получается яйца у нас домашние куриные магазинские мы не рискуем есть лицо есть он тут люди бы приготовил уже партию на выкупать майонез сколько мы и называешь 50 70 грамм до примерно все на глаз смесь перчика много не это не переборщи смотри не перец острый вообще все нормально сделать но те кто научил тут света мешаем ты нормально мешать ну прям взбивать вот смотрите все это поехала бы однородная масса почти подход серьезный на ближайке ты новая ближай все дальше киделом осадить не на можно посолить маленькую щепотку две маленькие щепотки на и ферс помеси и посоли промешиваем давай облизываю вот вот теперь нормально обязательно крышечки мама не видит они увидел сколько у нас идет времени две с половиной минуты ждем две с половиной минуты так у нас вот печеночка дотушивается блин она вообще там балдеет прям в майонезе и вообще там клево ах блин все слюни текут друзья текут слюни там очень будет вкусно прошло у нас полторы минуты смотрим даете чё там слегка поднялась поднялась еще на смотрите ты знаешь да докуда подняться вот я не в курсе такой степень ровно две с половиной минуты можно две два яйца два яйца и две с половиной минуты все понятно я буду знать слушать теперь такой быстрый можно до легкий завтрак сделать или или быстро легкий ужин все две с половиной минуты ну вот она поднялась добре приход козьми кунду это полотенце чик вот показывает опа мы кушаю можно приправить до петрушки тоже посыпать сверху чтоб красиво было и вкусно давай ну-ка добавлять добавляй изюминку так теперь петрушку даем мне метроволновку закрывать да тут у нас пузырьки уже начинают останавливаться и это знак это надо добавить петрушечки да да самое время время вот так мы и две щепоточки такие посыпем мы все еще 10 минут до окончания тушения и это будет просто супер да с вами как всегда был я костям с вами был шеф витек рыбы конечно за всем наедет за этим наблюдали привет жене привет маме привет свете красноярский счастливого полета вам завтра мягкой посадки и чтоб все было у вас замечательно до встречи на реке друзья до встречи на енисеи и всем приятного аппетита